Некупленный билет – это тоже история, реально случившаяся с женщиной, которая умирала давным-давно, уже, наверное, больше 15 лет, в Черчаке и просила перед смертью показать ей в Крым. Написано это было в марте 89-го года. Некупленный билет. В том году всё лето было жарким, но не это в памяти моей. Умирала старая татарка. Вдалеке от родины своей. Задыхаясь об одном, просила или в бреду в своём, или в полусне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Черноморскую водой бутылку подносили медленно к глазам, головой качала. Только жилка билась, закрывая путь слезам. Дочь ей ломтик груши подносила. Мама, видишь, крымская бера. Нет же, дочка, мне кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее. Он меня, наверное, поймёт. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолёт. Я ещё сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Выходил глаза от близких пряча, селись поуверенней шагать, а потом сидел за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать. Возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым. Знаешь ведь, родная, что на лето невозможно взять билеты в Крым. Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной роднёй. Я там Бога попрошу, чтоб беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя «нет». Мать уж больше не корилась словом, только взглядом жгла «где мой билет?». А потом молчи, сынок. Я знаю, что добра ты матери желал. Только брат твой, чтоб погиб в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь, я уже не в силах смертью прашивать о каждом дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом ждущим и с рукой протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим матерям билет. Субтитры подогнал «Симон»!